Слово предоставляется члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС Егору Кузьмичу Легачеву. Уважаемые товарищи, быть может мне более труднее, чем кому-либо из руководства говорить в связи с выступлением Бориса Николаевича Ельцина. И не потому, что здесь шла речь обо мне. Просто пришла пора рассказать всю правду. Почему трудно говорить? Трудно говорить, потому что я рекомендовал ее в состав секретариата ЦК и Политбюро. Из чего я исходил? Исходил из того, что Борис Николаевич Ельцин, человек энергичный, имел в ту пору большой опыт, руководство видной, всеми уважаемой в нашей партии Свердловской областной партийной организации. И эту я организацию видел в работе, когда уже был Свердловский секретарем. приезжал Свердлов с будущей секретарем ЦК партии. Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает несозидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. К такому выводу, заметьте, товарищи, пришли и Московский городской комитет партии, и Центральный комитет партии, на котором он был в здоровом здравии. На пленумах Московского горкома и ЦК КПСС выступало более 50 человек. И все единогласно приняли вам известное решение. Я ждал его выступления. Я знал, что он будет выступать. Есть его выступления и разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов. Более того, ты представил всю нашу политику как сплошную импровизацию. Вы заметьте, товарищи, политику перестройки объявили без глубокого анализа. Кстати говоря, объявили. Я цитирую. И начали не так, как надо было начинать. И заметных результатов не достигли. Значит, все, что сказано в докладе и выступлении делегатов в течение четырех дней, на сей счет, это сплошные небылицы. Значит, труд партии народа напрасный. Ну, изволь мне, это по меньшей мере глубокое заблуждение. А объективно говоря, направлено на то, чтобы посеять сомнения. А это очень так ждут от нас за рубежом посеять сомнения в правильности проведения политического курса партии. Прости мне, но мы с тобой уже расходимся не только в тактике, но и в стратегии. Кстати говоря, ты пользуешься весьма сомнительным приемом. Просто не товарищеским. Ты сначала приписываешь то, что не свойственно другому, а затем обрусиваешься и осуждаешь его. По меньшей мере странно. В связи с этим я прошу вас, товарищи, предоставить мне возможность кратко изложить мою позицию, мой взгляд на работу партии и ее политику. В самом сжатом виде можно сказать следующее. Позиция Политбюро – это и моя позиция. А как я работаю – это судить вам. Но со всей искренностью могу сказать, что политика перестройки и ускорения – это дело, так как в вашей, так и в моей жизни. Я и мои товарищи иначе не мыслят. История так поставила вопрос. Либо обречь страну на дальнейшее прозябание, либо обрести силы и вырваться вперед к новому прогрессу. Так стоит вопрос. И третьего нам не дано. Я думаю, что я скажу, с чем вы вполне согласитесь, что действительно еще больше уверенности и политического опыта приваляет настоящая партийная конференция. Не будет преувеличением сказать, что за истекшие дни происходящее в этом зале существенно продило наше великое дело перестройки. Хочу обратить на одно обстоятельство ваше внимание. Сколько было спекуляций за рубежом накануне конференции? Целые тома были написаны. Особенно якобы о наметившемся в расспале руководстве. И все эти прогнозы лопнули, как мыльный пузырь. Уже сейчас можно сказать, что из партийной конференции мы с вами выходим, и все наше руководящее ядро все более сплоченным, все более крепким в борьбе за перестройку всех сфер нашего общества. Причем, я хотел бы подчеркнуть, это не мнимое, а это действительное сплочение. И оно завоевано в дискуссиях, в живом обмене мнений во имя укрепления социализма. Очень важно, товарищи, видеть и понимать, какими мы силами располагаем. Они огромны. Свидетельствуем тому весь ход нашей конференции. Она действительно демонстрирует разбуженную мысль народа, в которой заложена огромная преобразующая сила. Но вместе с тем, я хотел бы тут попросить ваше внимание, с какой хотите точки зрения и с политической, и с нравственной. Было бы просто непозволительно забыть, а это в докладе не забыто, что после Октябрьской революции на протяжении десятилетий миллионы коммунистов, трудящихся, отдавали свои силы, свое мужество, свои жизни в борьбе именно за то, чтобы было больше социализма. Я бы сказал больше, их партийные билеты, их трудовые биографии не были запятнаны беспринципностью карьеризма. Их светлые имена, их трудовые свершения, заложившие основы материального и духовного богатства нашей Родины, и сегодня служат преобразовать на работе партии народа. Что такое, товарищи, культ личности, я, к сожалению, не знаю, не понаслышке. Не хотелось мне об этом говорить, но уж как на духу я хотел сказать. В нашей семье есть и расстрелянные, есть и исключенные из партии. И после 20-го партийсъезда они были все реабилитированы как граждане коммунисты. Но мы-то знаем, как много героического сделал наш народ вопреки культу личности и застойным явлениям. И я полностью целиком здесь поддерживаю в этом аспекте выступления товарища Бондарева и товарища Олейникова. Товарищи, разве можно согласиться с тем, что под флагом восстановления исторической правды зачастую идет ее полное искажение? Разве можно согласиться с тем, что советские люди это в наших таки печатных изданиях представлены как рабы, я почти цитирую, которых якобы кормили только ложью и демагогией и подвергали весь народ жесточайшей эксплуатации. Пресса действительно проделала нашу большую работу по перестройке, но вместе с тем, и я это говорю с большой горечью, отдельный, но подчеркиваю, отдельный редактор и газет, уважительное отношение и доверие к ним со стороны ЦК и генерального секретаря ЦК поняли, видимо, как возможность своеволия ухода из партийного контроля, а групповщина позволяет им использовать газеты для сведения личных счетов для оказания поддержки недостойных людей. Это ведь им принадлежит мысль о нарастании и сопротивлении перестройки, о выискивании врагов перестройки, о составлении их списков. К тому же, очень часто с этой целью подбирается письма читателей совершенно тенденциозно. «Надо полагать...» «Надо полагать, что ЦК и редакционные коллеги сделают надлежащие выводы из совершенно правильных принципиальных выступлений делегат. В годы застоя я жил и работал в Сибири, в краю суровом, но поистине чудесном. Меня редко спрашивают, что же я делал в то время? И я с гордостью отвечаю, я строил социализм. И таких было миллионы. Было бы предательством, если бы я не сказал о тех, с кем я связал свою судьбу, делил радость и горость. Многие из них уже ишли жизнь. Не все сразу получалось. Приходилось доделывать и переделывать. Но трудились без оглядки, может быть, потому, что знали, что дальше Сибири не пошлют. Трудились так, чтобы людям жилось лучше, чтобы государству отдавали и интересы области отстаивали. Не хотел говорить, но вы поймете, почему я это скажу. Уже более 10 лет, как область, в которой я работал с товарищами, здесь участвующим в работе конференции, обеспечивает себя целиком и полностью продуктом питания собственного производства, причем по хорошему рациону. А ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и посадил область прочной и надолго на талоны. Вот что означает политическая фраза и реальность. Вот что означает расхождение между словом и делом. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я хочу сказать о другом, потому что это только с одной стороны обычно судят Олегачеви. В ту пору в стране, в центре и многих регионах разрастались застойные явления. Я это теперь знаю больше, чем когда работал в Сибири. Страна катилась к кризису, получили распространение злоупотребление власти, коррупция, взяточничество. Падала дисциплина, общество разъедало пьянство. Снижался неуклонно международный авторитет нашей страны. И на самом верху, мне это теперь больше, чем Кабуле, вы можете, известно, происходило нравственное разложение. При этом безудорожно шло восхваление прежнего руководства страной. Над партией нависала грозящая опасность. И недаром Владимир Ильич Леонид говорил, все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли от того, что они зазнавались и не умели видеть, в чем их сила и боялись говорить о своих слабостях. И вот пришел не Апрельский, я хотел бы обратить внимание на это, а пришел Мартовский пленум ЦК 1985 года, тот пленум, который решил вопрос о генеральном секретаре ЦК. Надо сказать всю правду, это были очень тревожные дни, это были очень тревожные часы. Судьба меня определила в центре этих событий. Так что у меня есть возможность судить. Могли быть, товарищи, абсолютно другие решения. И другие сидели бы вот здесь, если вообще могла бы быть припективная конференция. И думаю, что бы стало после этого со страной. И в ту пору это была реальная опасность. И я хочу вам сказать, что благодаря твердо занятой позиции членов Политбюро товарища Чебрикова, товарища Соломенцева, Громыка и большой группы первых секретарей обкомов на Мартовском пленуме было принято единственное правильное решение. Апрельский пленум ЦК посмотрел прямо в глаза действительности, вскрыл ошибки и определил стратегию обновления и ускорения. Вот в чем суть моего понимания того времени. В этом, как мне кажется, и заключено и диалектическое единство обновления и преемственности. Теперь два слова о темпах перестройки. Наверное, я скажу уже вещи известные. Но хочется сказать, что перестройка является трудным и длительным процессом. И очень важно, товарищи, не уклоняться от назревших проблем, решать их энергично, по-новаторски, но без наскока и осмотрительно, учитывая последствия. Политика заниматься, извините за грубость, это не значит щи хлебать, понимаете. Осмотрительность должна быть, но вместе с решительностью. Не зря мудрость гласить, прежде чем войти, подумай, как выйти. Главное, мы должны двигаться вперед практически, делами, ощутимыми результатами. Я бы сказал, надо буквально поднять на щит результативность, как решающий критерий оценки коллектива в целом и каждого работника в отдельности. У нас развелось очень много людей, о которых в народе говорят, словно мешок, отделный вершок. Хочу сказать несколько слов о работе секретариата ЦК. Мне поручили вести текущую работу в секретариате ЦК. Это поручение Политбюро. Секретариат делает упор на организацию и контроль текущей работы. Скажу вам откровенно. При изучении положения на местах и в центре, при обсуждении вопросов в Центральном комитете, иногда секретарь ЦК сталкивается с проявлением недисциплинированности кадров и, я бы сказал, полнейшей дрябности в руководстве. Как мы поступаем в такой случай? Следует настоящий партийный спрос. Мы же договорились, что в обществе не должно быть никаких зон от критики и самокритики. При самых острых обсуждениях проблем ЦК, я это хочу подчеркнуть, наряду с требовательностью всегда присутствует дух уважения к товарищу. И, конечно, никто ни перед кем не ставил задачи выискивать отрицательных фактов. Это просто омерзительно, если бы так было бы. В отношении кого бы то ни было, хотя об этом товарищ Ельцин говорил на пленуме ЦК. Он обвинял секретаря ЦК в том, что ТОС обвинял нас в том, что сам насаждал в московском горкоме партии. Кстати говоря, будучи секретарем горкома партии, ни разу не был на заседании секретариата. И я хочу вам другое сказать. Трудно поверить, но это факт. Находясь в составе политбюро, присутствуя на его заседаниях, а заседания длятся по 8, 9 и 10 часов, почти не принимал никакого участия в обсуждении жизненно важных проблем страны и принятия решений, по которым ждал весь народ. Молчал и выжидал. Это чудовищно, но это факт. Разве это означает партийное товарищество, Борис? Свою задачу, смысл деятельности секретарей ЦК, аппарата ЦК видеть в оказании помощи, налаженной работы на местах. Кстати, об этом свидетельствуют ставшие правилом поездки секретарей ЦК и сотрудников аппарата ЦК по стране для работы на местах и для общения с партийным активом и трудовыми коллективами. Но я был бы неправ, если бы я не сказал и следующего товарища. В работе секретариата есть серьезные недостатки и слабости. Мы страшно втянуты в решение текущих хозяйственных вопросов, притом, прямо скажем, основательно. Порой принимаем новые решения, не обеспечивая выполнение принятых. К слову, в нас есть резервы и нам надо прибавить в работе. Хотя я тоже скажу откровенно, жаловать не собираемся, но нагрузка чрезмерная. И работают мои товарищи на износ. И это прежде всего относится к генсеку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да.